Это новости в студии Гульнара Жендагулова. Здравствуйте. Казахстан инициирует создание в нашей стране регионального хаба по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом Касамжимар Тукаев заявил на саммите ООН. Он проходит в Нью-Йорке. Все подробности у Динары Абдировой. В зале штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке собрались мировые лидеры. Здесь стартовал саммит по целям устойчивого развития. Глава ООН созвал его неспроста. Задача – сверить часы и найти пути решения буксующих ключевых направлений. 17 целей, в числе которых искоренение бедности и защита планеты, должны быть реализованы к 2030 году. Президент Казахстана в своем выступлении отметил, повестка дня ООН – единственный шанс для нынешнего поколения на построение процветающего будущего. Текущие глобальные вызовы, усугубляемые геополитическими потрясениями, подрывают наши коллективные усилия. Эти препятствия невозможно преодолеть силами отдельного государства. Только благодаря единству мирового сообщества мы сможем добиться ощутимых результатов. В своем выступлении Касымжамар Тукаев не раз говорил об укреплении международного сообщества. По мнению главы государства, необходимо безотлагательно предпринимать совместные действия. По его словам, климатические, продовольственные и энергетические кризисы представляют серьезную угрозу устойчивому развитию. В этой связи президент выступил с предложениями. Требуется укрепить принцип единой ООН на региональном уровне для обеспечения лучшей синергии. Поэтому мы инициируем создание в Казахстане регионального хаба ПАЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Он обеспечит эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе. А еще президент предложил участникам саммита вдохнуть новую жизнь в международную финансовую архитектуру. По его словам, для достижения цели устойчивого развития, финансовая система должна способствовать равенству для всех стран, а не только для избранных. Больше денег нужно выделять на решение проблем экологии, образования и здравоохранения. Мы должны укреплять международное сотрудничество в области технической поддержки, научных исследований и оценки рисков под эгидой ООН. Цели в области устойчивого развития – это путь к лучшему миру для всех. Мы должны объединиться и умножить наши усилия. Казахстан всегда будет убежденным сторонником сильной и эффективной роли ООН в области устойчивого развития. Для Казахстана достижение цели устойчивого развития – это национальный приоритет. Касым Жумар Тукаев отметил, что республика активно инвестирует в устойчивое будущее. 80% госбюджета согласовано с этим. В стране есть всеобщий доступ к бесплатному образованию и здравоохранению. А новый социальный кодекс усилил защиту уязвимых групп населения, подчеркнул глава государства. Динара Абдирова при поддержке телерадиокомплекса президента. Открыть производство в Казахстане намерен крупнейший мировой дистрибьютор в сфере медицинских технологий. Об этом главе государства рассказал президент General Electric Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Роб Уолтон. Касым Жумар Тукаев подчеркнул, что это позволит увеличить долю отечественного производства лекарств и медицинской техники до 50% уже к 2025 году. В планах компании производить в нашей стране ультразвуковые аппараты с последующим выпуском компьютерных томографов, ангиографов и мамографов. Роб Уолтон рассказал и о создании Централизованного национального цифрового архива клинических изображений. Это позволит упростить управление данными о пациентах и как следствие снизить стоимость услуг. Здесь, в Нью-Йорке, было подписано рамочное соглашение с ведущей американской компанией General Electric Healthcare, которые являются в мире ведущим успешной компанией, которая производит медицинское оборудование. Компания планирует в Астане открыть G-Академию, где будут обучаться не только медицинские работники, но и инженеры. И все эти мероприятия приведут новые технологии в страну. Возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров обсудил Касамжимар Тукаев с вице-президентом корпорации Amazon Сьюзен Пойнтер. В ходе беседы глава государства обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в нашей стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения. Руководство Amazon выразило заинтересованность в укреплении партнерства с перспективой охвата всего Центрально-Азиатского региона. В рамках встречи подписано соглашение между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана и Amazon Web Services о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой Castiche. Достигнута договоренность об использовании платформы Amazon Web Services в государственных сервисах и для инсталляции государственных информационных систем. Также были обсуждены вопросы изменения законодательства в части того, чтобы Amazon Web Services пришел туда, в Казахстан, со своими решениями дата-центров. И достигнута договоренность об изменении законодательства, сделать его более гибким и подходящим для облачных технологий. И, конечно же, приход Amazon Web Services как провайдера услуг для всего IT-рынка региона. Нацкомпании могут обязать публично отчитываться о своих займах. Норму прописали в новом бюджетном кодексе. Проект документа одобрили сегодня члены Кабмина. Планируется ввести ограничения и на использование целевых трансфертов из нацфонда. Деньги обещают выделять только на строительство критически важной инфраструктуры. К таким объектам, как пояснил на заседании правительства глава Миннацэкономики Альбек Куантыров, будут относиться заводы, создающие рабочие места, а также общестрановые проекты. В новом кодексе прописали и отдельную статью нацфонд «Детям». Она гарантирует целевые выплаты казахстанцам до достижения ими 18 лет. В свою очередь, Акимы будут работать и распределять бюджет строго по плану развития своего региона. А чиновникам запретят открывать сразу несколько бюджетных программ для одной цели. Правительство выделит больше 3,6 миллиардов тенге аграриям Жамбылской области пострадавшим от засухи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Алихан Смаилов. Этим летом сельхозпроизводители региона понесли убытки из-за недостатка воды. В шести районах пострадали пассивы 400 крестьянских хозяйств на площади 9 тысяч гектаров, сообщили в Экимате. В связи с этим в области была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. По поручению главы государства Касамжа Марта Токаева из резерва правительства будет выделено свыше 3 миллиардов 600 миллионов тенге. Финансовые средства позволят аграриям восполнить потери и полноценно подготовиться к весеннеполевым работам. Специалисты из Туниса научат казахстанских фермеров выращивать оливковые деревья. Об этом накануне договорились министры сельского хозяйства двух стран. По мнению экспертов, оливковые фермы со временем могут стать новым направлением аграрной отрасли Казахстана и открыть новые возможности для развития бизнеса и туризма. Сотрудничество между странами только укрепляется. В этом году Казахстан впервые экспортировал в Тунис больше 70 тысяч тонн пшеницы. Что касается импорта, то в нашу страну из Туниса привозят в основном финики и фрукты. Представители нашей палаты предпринимателей подписали меморандум с коллегами из Туниса. Надеемся, что взаимоотношения наших бизнесменов теперь будут активно развиваться. Тунис готов поставлять в Казахстан много оливкового масла, фиников и рыбы. Мы в свою очередь готовы наращивать в Тунис экспорт пшеницы. В Алматинской области провожают сборную Казахстана на 19-е Азиатские игры. Они пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Наши атлеты выступят в 30 видах спорта. Наш корреспондент Ануар Абдрахманов сейчас находится на базе олимпийской подготовки и готов выйти с нами на связь. Ануар, какое настроение у наших спортсменов накануне Азиады? Гульнара, добрый день. Как я уже сказал, все меньше времени остается до Азиады. Действительно, уже сегодня ночью наша сборная отправится в Китай. И состав нашей сборной в этом году впечатляющий. Это больше 500 спортсменов, которые будут бороться за медали в 30 видах спорта. И самое важное, что в этом году сразу в 8 видах спорта у наших спортсменов будет шанс завоевать олимпийские лицензии. Ну и тем самым получить путевки на олимпийские игры в Париж. Коротко о нашем составе. Чтобы понимать, насколько впечатляющий наш состав в этом году. В нем, безусловно, можно выделить боксеров. Сакен Бибусынова и Камшебекова-Кунг Кабаева. Это бронзовые призеры прошлой олимпиады. Ребята опытные, ребята, которые очень хорошо знают, как выступать на крупных соревнованиях. Ну и Руслан Курбанов. Это вот наш атлет, который совсем недавно на чемпионате мира по фехтованию принес первую в истории нашей страны медаль на мировых первенствах. И прямо сейчас рядом со мной, наверное, легенда нашего спорта, не побоюсь этого слова. Чемпион олимпийских игр Ольга Рыбакова, которая готова прямо сейчас поделиться своими ожиданиями предстоящих стартов. Варси Сергеевна, мы очень хорошо знаем, что у вас большой опыт выступления на Азиаде. Расскажите, какая Азиада для вас самая яркая, в том числе воспоминаний и в чем особенность этого старта лично для вас. На самом деле, действительно, я была участницей четырех Азиад. И для меня самой запоминающейся была все-таки первая для меня Азиада, которая проходила в 2006 году в Дохе. Для меня вообще это был первый комплексный такой старт такого огромного масштаба. И, естественно, там впечатления были просто колоссальные. И там мне удалось завоевать мою первую большую такую награду, золотую медаль. Тогда еще я выступала в легкоатлетическом семиборье. Поэтому я могу выделить именно эту Азиаду. А то, что я сейчас, конечно, в другой немножко ипостаси, в другой, уже не в качестве спортсмена я еду на эту Азиаду. Конечно же, волнуюсь тоже, волнуюсь за команду. И хочу им от всей души пожелать, самое главное, чтобы они смогли с куражом, с хорошим настроением, с большим желанием и самоотдачей достичь своих целей, которые они перед собой поставили. Конечно же, огромная удача, она просто необходима для спортсменов. Поэтому это неотъемлемая часть спортивного везения. Конечно же, чтобы не было травм. Это очень важно, потому что впереди все-таки очень важный год, олимпийский год. И поэтому нужно подойти к нему максимальной собранности и, наверное, наилучшей своей спортивной формы. Ну, а я от себя добавлю, что наша съемочная группа будет сопровождать национальную команду, в том числе и Ханчроу. И есть ощущение, что едем мы на этот старт с большими победами и большими успехами. А на этом у меня все, Гульнара. Возвращаю слово вам. Что ж, Ануар, пусть так и будет, как ты говоришь. Я же с вами прощаюсь. К этому часу это все новости. Эфир продолжит дневная смена. Мой коллега Кыржан Смогулов обсудит вместе с экспертами цели устойчивого развития в Казахстане. Всего доброго.